В любом виде творчества есть направления, с помощью которых автор может полностью себя выразить. Не исключение и изобразительное искусство. Здесь за юмор отвечают шаржи и карикатуры. Правда, стоит сразу разобраться, в чем их отличие. Карикатура направлена на сатиристское, скажем так, высмеивание. Это вообще пошло больше из политики, из политической области, но оно высмеивает какую-то определенную тематику, или конкретного человека, вплоть до каких-то определенных черт лица. В свою очередь, шарж призван повеселить и того, кого рисуют, и его знакомых. Причем повеселить по-доброму. Делается это за счет преувеличения каких-то частей лица. К примеру, если у человека крупный нос, то над шаржем он будет еще больше. Все зависит от человека непосредственно, какая часть лица сама по себе выделяется. Она, как говорится, кричит, выдели меня. Но прикол в том, что надо выделить так, чтобы человеку не было обидно, чтобы не сделать из этого какой-то недостаток, а подчеркнуть как достоинство. В этом, конечно, тоже есть особое свое мастерство. По словам Инги, многое зависит от восприятия мира художником. К слову, до сих пор какой-то определенной школы шаржа, в отличие от натюрмортов, портретов, пейзажей, не существует. Поэтому авторам приходится ориентироваться на собственную интуицию и опыт. Я хочу раскрытоститься, во-первых, художнику, чтобы выйти вот так вот в какую-то зону open air и предложить себя как творческий продукт. И также люди элементарно боятся подойти и заказать подобные вещи. Я часто с этим сталкивалась. Действительно, чем больше населенный пункт, тем больше это распространено. В плане отношения других, моих коллег по творческому цеху, если, то это, я бы сказала, то же самое, что вопрос в выборе стиля музыки, да, кто слушает року и слушает рэп. Как бы каждому свое. И просто надо уважать направление творчества друг друга. Время же на создание такого рисунка у каждого мастера тратится разное. Это зависит от навыков. Шарж может стать отличным подарком коллеге или родственнику. Главное, чтобы в конечном итоге результат ему понравился.